Мантра Дэнс или мантра Йога — это мистический процесс, мантра. Поговорим немножко об этом. Мантра способна вывести наше сознание за пределы материальных гун, ощущений. То есть там, где мы привыкаем быть каждый день, там, где мы работаем, устаем. Иногда задумываемся о жизни, иногда забываем об этом. Гуны вращаются, поэтому мы чувствуемся то активными, то усталыми, то снова активными, то снова усталыми. Вращение происходит. Иногда окажется, что я прав, иногда окажется, что я совершил ошибку, и так же с другим происходит все. И мы оцениваем друг друга с этих гун, но оценки меняются постоянно. Мои плохие, хорошие одновременно. И возвышенные, и низменные бывают, все с нами случается. Это гуны материальной природы. Они вращаются. Как восход, закат, времена года. Тоже гуны? Тоже. И физически они действуют, и психически они действуют, гуны. Гуны внутри нас, гуны вовне нас, говорится, этот мир же. То есть тело соткано, тонкое, грубое. Из тех же энергий, которые так же циклируют, вращаются. И мы в этих гуны. Мантра освобождения ума, сознания – это этих гуны. Манас – это ум, тра – это освобождение. Также пространство и время – это другая стихия, в которой мы находимся. И она нас может объединять, если мы вовремя приходим. Разъединять, когда не вовремя приходим. И попадаем в нужное место, и мы можем соприкоснуться. А если нет, не соприкасаемся. Пространство и время – это тоже факторы философские, могущественные. Мантра рассеивает все эти представления, потому что личность, сознание, вне времени и пространства, вне гун материальной природы. Это описано древними мудрецами через медитацию, через логику, через многие примеры чуда. Когда мы говорим о чуде, это трансцендентная сфера за пределами гун природы, за пределами законов физики, химии, социальных каких-то движений, политических. То есть есть сфера высшей. Наша цель сегодня – как раз почувствовать эту сферу другую, где мы можем забыть, что мы мужчины или женщины, что у нас есть друзья или враги, уставшие, расстроенные или радостные. То есть все эти события привычные, в которых мы выросли, можно при помощи мантры развеять. И что же мы там почувствуем, что там случается. Это описано в сутрах. Есть сутра, есть мантра, есть маха-мантра. Я сейчас расскажу, что это такое. Сутра – это сжатая, очень лаконичная истинная формулировка. Все ведические книги или священные книги – это сутры. Их нужно раскрыть. Раскрыть – это такая, знаете, твердая очень пища, которую трудно даже раскусить или разжевать. Но если удастся, там оказывается масса вкуса, масса мудрости, масса энтузиазма, вдохновения. Там столько красоты, затмевающей весь наш опыт в этих сутрах. И чтобы раскрыть эту сутру, эту суть жизни, она есть во всем. В каждом явлении, в каждом предмете, в каждом из нас тоже есть эта суть, эта истина. Но ее нужно раскрыть. Нужна мантра. Сутра и мантра. Есть разные мантры, но в основном они включаются, так сказать, или работают с уровня гуны благости. Ну, твердой честности, чистоты, правдивости, да? Чистота, правдивость, счастье. Когда мы достигаем уровня чистоты, правдивости, знания и счастья, эти мантры могут работать. Мы почувствуем, как мы можем подняться даже над гуной благостью, над обычной честностью, над обычным знанием, над обычной мудростью. Есть сверхэнергия, источник всего. В сутрах отражается, как Джан Мадия, все это. То есть то, из чего все изошло, все изошло, есть один источник. Вот, прямо еще мантры. Но если мы утверждаемся в гуне благости, мантра работает. Мы чувствуем, как это помогает. И этот мир называется кунтха, в котором мы живем. Как бы мы ни устраивались здесь, как бы мы ни защищали свое существование, как бы ни боролись за выживание, здесь всегда есть беспокойство. Тут есть несчастные случаи, болезни, тут мало ли что, можно и умереть. Все, что угодно может быть с нами здесь. Во внешнем мире, внутри нас кунтха. Всегда есть какие-то элементы беспокойства и страха. Страха, это материальная среда, эти кунт природы. А мантра, звук, с уровня вай-кунтхи дается. Значит, там нет беспокойства. С уровня вечности, блаженства и знания. Это сфера вечности. Нам трудно думать о вечности. Ум сложно средоточиться просто на этом слое. Вечность, что такое вечность. Нам помогают ученые, физики, математики в этом немножко, чтобы это понятие как-то обозначить все-таки. Оно же есть. Закон сохранения энергии, они говорят. Значит, энергия вечна. Она трансформируется. Мы наблюдаем трансформацию энергии, но не исчезновение энергии. Вот был один предмет, он распался на составной части, и в другое состояние перешел. И таким образом энергия, на самом деле, не появляется и не исчезает. Она просто существует. Сад, говорится, она просто существует. Но в этом нам, в зримом мире, она трансформируется постоянно. Называется джагат. Он неустойчивый. Как это тело. Он неустойчивый. Оно рождается, потом растет, потом молодое, здоровое, потом стареет, увядает и исчезает. Постоянно какие-то перемены. Каждую секунду. Трилёхных клеток заменяются каждую секунду в этом теле. То есть поток идет. Мы, наше сознание, сад не замечает этих перемен. Я тот же самый. Я помню себя в детстве, в другом теле, в маленьком, в глупом теле. А я, наблюдатель, тот же, неизменный. И вот тело человека означает ман. Ман от этого слова может быть, потому что это прородитель людей в ману. Люди называются манушья. Или те, кто живут в уме, в отличие от других живых существ. Они фантазируют, воображают, планируют что-то на будущее, видят что-то, чтобы в будущем и стремятся к этому воображаемому счастью. Это люди, это человек. И, как правило, говорят мудрецы, это называется манадхарма, религия ома, надуманная, несуществующая, а сад. То есть наши мечты не исполняются, как мы хотим. И даже если исполняются какие-то мечты, мы заработали что-то или построили дом, как мы хотим, все равно нас это не удовлетворяет, все равно а сад. Все равно что-то нужно еще. Что же такое вот нужно еще, вот этот сад, который на самом деле будет присутствовать и реально решит все мои проблемы ума, все мои страхи, беспокойства. Где-то вайкунтха, где-то счастье, где нет беспокойств, где нет рождения, смерти, старости, где есть вечность. Вот такие мысли приходят в уме. И мантра поднимает ум, отрывает его с гуны благости, с уровня счастья и знания еще выше везде. Кажется, ничего выше нет, а вот мантра свайкунтхи, то есть норы вечности переносит в сознание. И, как говорится, О чем бы человек ни подумал в конце баван, туда он и переносится в следующем воплощении. Это сила ума описывается. То есть мы недооцениваем собственные возможности. Мантра, пробуждая энергию ума, дает нам исполнение всех желаний. Откуда? Мы сами можем это сделать. В нас заложено все необходимое, не извне. Мантра ничего извне не приносит. Она раскрывает то, что у нас уже есть. В спящем, непроявленном виде. Это мантра. Освобождение ума. Он сейчас связан гунами. Ну, пример. Слоненок. Маленький слоненок. Привязывают на цепочки или на веревочки, которые он порвать не может, и к дереву. А он пытается. Он же хочет играть, он хочет освободиться. Он еще не привык на привязи. Он пытается день, два, три, может быть, неделю, а потом ум ему говорит, невозможно. И он успокаивается. Все. Его привязали, он просто стоит. Это слоненок. Его же кормят. Он же растет. Растет, 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 растет. Вот такая гора мускулов. Это очень сильное животное. На такой же тоненькой цепочке его привязывают к маленькому дереву. Он стоит. Если вы увидите, что вот этот человек, который вот им управляет, куда-то отошел в сторону, вы испугаетесь рядом стоять. А вдруг? Нет, нет, не бойтесь. Он обусловлен собственным умом. Его держит собственным. Он уже внушил себе. Это невозможно. Я уже пробовал. Хотя он уже такой большой. Вот удивительно. Мы сами взрослые люди. А наша вера осталась на уровне какого-то класса. Хотя образование может быть выше. Но наша вера, вот эти вот высшие энергии трансцендентные, она не развита. Это просто ум. А я и есть часть трансцендентного мира. Бхагавадхида говорит. Сознание, дух человека, не рождается и не умирает никогда. Смена тела – это просто смена одежды. Точно такой пример дается. Просто смена одежды. Но поскольку он привязан к этой одежде, ему страшно. Он думает, за пределами этой одежды пустота, мрак, безысходность, исчезновение. А мы боимся исчезновения, потому что мы души, мы вечные существа. Это не свойственно. Из-за этой привязанности мы испытываем страх. Поэтому мудрецы говорят, смерти нет. Есть страх смерти. Все, что мы знаем об этом. То, что ты переживаешь в момент ухода, вот эта глубокая привязанность, направит тебя в следующую форму жизни, соответствующую твоей привязанности. Если мужчина умирает, думая о женщине, из-за привязанности, может быть, это жена или дочь, он рождается девочкой. Если женщина умирает, думая о объекте любви к мужчине, рождается мужчиной, они снова встречаются в следующей жизни уже не как муж и жена, а как жена и муж в разных ролях. Если мы не любим какую-то нацию и начинаем воевать с ней, мы же думаем об этом. Смаран, умирая с этим мыслям, я им покажу, рождайтесь там, в той стране. И разворачив в другую сторону, уже враждуйтесь с этой нацией. Это вот как казуистика перевоплощения или казуистика ума. За что боролся, на то и напоролся. Видите, вот опять круг, гумны вращаются, замкнутые. Мы уже были, если мы говорим о человеческой форме жизни, трансмиграции души, мы уже были в нижней форме жизни. Много, много прошли, миллионов форм жизни. Теперь мы в человеческой форме жизни работаем с умом. Дошли до мантр, смотрите, нам как повезло. А что нам не хватало, скажите? Вот нужно наработать. Чего в мантре петь? Деньги не платят за это. Что вы время попусту проводите? Поете? Работать надо, не так ли? Деньги нужны. Но мы говорим, нет, что-то нужно еще, что-то в этом есть, что-то почувствовал. У меня же тоже есть какая-то гуна благости. Может быть, я не утвердился еще в таком счастье и знании, знаете, как мудрец, но у меня есть потенциал, я могу почувствовать сердцем. Дай-ка я попробую, ну-ка, дай-ка и полюбопытствуй. Что это такое вообще мантра? И, то есть, мантра будет в гуны благости, поэтому большинство людей, которые пытаются практиковать мантры или молитвы еще, скажем, не чувствуют полного как бы результата в этом. Ну, что-то есть, но несущественно. Так, чтобы сказать, что жизнь там полностью очистилась, изменилась, там счастье какое-то трансцендентное испытать. Нет опыта такого большого, глубокого. Поэтому есть еще маха-мантра. Мы сейчас будем с вами практиковать маха-мантру здесь. Попытаемся. Маха-мантра. Маха-мантра работает с любого уровня. Где бы они находились? В тамосе сейчас или в страсти, в полусонном состоянии, в апатии, в депрессии даже. Неважно. Или я нацелен не на какие эти вот эзотерические темы, меня интересуют просто работа, карьера, деньги, стресс какая-то, любовь мужчины и женщины, вижу счастье в этом. Все равно мантра будет действовать. Называется васту на санскрите. Васту шакти. Что это такое? Независимо от меня, как лекарство. Я могу знать, что такое лекарство, его химический состав, его действие на какой орган и так далее. Могу не знать васту. Он работает без меня. Это васту шакти. То есть в мире вот это все пронизано васту шакти. Независимо от его понимания или веры, какой-то мир работает по согласно васту шакти. Огонь, любой человек, который засунет руку в огонь, обожрется. Даже невинный ребенок получит ожог. Это васту шакти. Мантра – это изначальная васту шакти. Мы можем понимать смысл мантры, можем не понимать смысл мантры. Она действует независимо от нашего понимания. Поэтому процесс считается трансцендентным. Если мы пришли к мантре, к махамантре, то мудрец говорит, вы, а значит, уже прошли в прошлых жизнях все аскезы, все религиозные практики, медитационные йоги, пути благотворительности, изучение вед и знаний уже получили. Совершая многие аскезы, если вы пришли уже к мантре, вы завершаете этот путь, потому что все эти предыдущие процессы предназначены для контроля ума, для возвышения наших мыслей. Благотворительность – это возвышение мыслей. Йога – это возвышение мыслей. Аскеза – для того, чтобы ум отвлечь от функций низших тела, тоже мысль, освободить ум. Ум – все, вся сила в нашем уме. Безграничные силы в уме даются. То есть ум предназначен медитировать на абсолютную истину. Что такое абсолютная истина? Это то, что истина для каждого живого существования, а не только человека, для всех истина. Кто-то, помню, это Понти Пилат спросил Иисуса, бросил вызов, а что есть истина? То есть это никто не знает, но имел в виду, что это никто не знает. Ты что, можешь сказать, что такое истина? Если кто-то скажет, вот абсолютная истина, вы скажете, ну, простите, вы нескромный человек. Никто не знает, что такое абсолютная истина. И тем не менее, каждый знает, что такое абсолютная истина, чувствует. Мы не можем ее писать. Но мы чувствуем, что это мое. Любовь – это мое. Счастье – это мое. Чистый воздух – это мое. Чистая вода – это тоже мое. Красота – это тоже мое. Смотрите, мы согласны с этим. Хотя по правду мы это все понимаем, но принцип неизменен. Это все аспекты абсолютной истины. Богатство, красота, сила, знания, слава, отречение, свобода – это все аспекты, атрибуты абсолюта. И об этом человек должен думать. Из этих достояний самый сильный, могучный – это красота. Все подчиняется красоте. Красота пробуждает любовь. И сила Маха-мантры в том, что она имеет форму, вкус, запах, название, все характеристики объекта. Звук. Нематериальный звук. Звук своей кунтхи. Это характеристика вайкунтхи. В материальной мере мы не видим такого феномена. Если я скажу «вода, вода», дайте мне воды. Где вода? В звуке вода нет объекта, он отсутствует. Я не могу пить звук вода. Мне нужен физический объект вода, который имеет название. То есть название и объект разные. Они локализованы, отделены в этой мере двойственности. Они разные существования имеют. То в мире вайкунтхи другой принцип. Звук вода и сама субстанция одно и то же. Не верите? Ну вот он из Писаний. И в начале было слово. И слово было убогом. У Бога. И слово было Богом. Одно и то же. Когда речь идет о духовных вибрациях, то там уже есть форма, там есть вкус. Его можно осязать. Его нужно обонять. С ним можно общаться в норме разума. Это живое существо. Удивительно. У нас живое существо ассоциируется с плотью. Мы не знаем, что живое существо может быть в звуке или в луче света есть. Даже в разряде электричества. Даже в комочки пыли. Даже в кусочки слизи, как медуза, есть жизнь. То есть есть такие формы жизни, о которых мы даже не догадываемся. Почему? Потому что говорится, что душа, сознание не горит в огне. Не расчленяется никаким оружием, не растекается. Не растворяется в воде, не сушается ветром. Вы ничего не можете сделать. Она существует сарвагата везде. В огне не горит. Значит, она может войти в огонь и наслаждаться огнем. Потому что ее природа наслаждаться. Но в этом теле, который сейчас занимает душа, невозможно наслаждаться в огонь. Тут стихия прибылает воды. Они противоречат друг другу. Это материальные субстанции. Мы получаем тот или иной тип тела на той или иной планете в зависимости от кармы, прошлых наших действий. И вот мантра, трансцендентный звук, разрушает всю нашу карму. И восстанавливает наше изначальное тело. Начиная с мысли. Затем все мысли растворяются в сознании, в чистом. Все мысли, когда они гармоничны с нашей духовной сутью, они как бы впитываются туда. Однородными становятся. Сейчас наш ум враг может быть наш. Так и говорится, злейший враг ум. Он противоречит нашей собственной природе. Природа говорит, я хочу жить вечно. Ум говорит, невозможно. А я хочу счастья, знаете, такого бесконечного. Ум говорит, невозможно. Он слоненок, привязанный слон, привязанный на цепочку. Он на все это говорит. Не верю, не может быть, невозможно. Все может быть. Нужно познать себя. В этом мире, вот в этой вселенной темной, есть все, говорится, все возможно. Вопросить невозможно, что тут, какие чудеса происходят. Кроме одного. В материальном мире, где есть рождение и смерть, нет любви к Богу. Вот почему мы рождаемся и умираем постоянно. Из жизни в жизнь. Как бы приговорены. За что, спрашивается. Это закон, злой закон. Неестественный закон. Так и говорится. То есть, рождение, старость, болезнь и смерть – это зло для души. Освободитесь от этого. И все пророки говорят то же самое. Давайте жить вечно. Идите к Отцу Небесному. Будем жить вечно. Они всегда говорили то же самое. Люди говорят, ну это же невозможно. Они сами отвергают собственную природу. Но если заглянуть в наше сердце, мы хотим этого. Мы где-то внутри чувствуем, что где-то должно быть это освобождение. Вот настоящий смысл. Потому что во временности нет смысла. Но зачем существовать в такой высокоорганизованной материи гомосаписи, как человек? Всего несколько десятков лет во Вселенной. Зачем? Ради чего? Ну представьте, вы делаете вот этот робот. Вы великий ученый. Вы всю жизнь положили на то, чтобы создать такой совершенный робот. А зачем? Чтобы просто мыть посуду. Ну мы же только посуду мыли в основном. Посуду мыли, причёсываемся. Он причёсывался, мыл посуду. Пылесосил. И всё. Потом его выкинуть. Вы потратили вот это всю жизнь. Миллионы долларов. Не знаю, там, если говорить о государственной программе, то это, может быть, миллиарды рублей на такую программу. Институт нужно создать. А зачем? Чтобы он просто мыл посуду. И вы думаете, потрясающий успех. Вот это прогресс вообще. Он моет посуду. Мы потратили все деньги, весь бюджет вообще государства туда. Он моет посуду. Достижение какое. Во что же мы превращаемся? Здесь было показано. Если наш ум вращается в гуннах природы, мы что-то чувствуем с вами, что как-то жизнь монотонна, она повторяется, вращается. Какой-то ещё смысл должен быть. Где же его искать? Для этого существует мантра. Внутри себя можно найти, если успокоить ум. Просто успокоить ум. Давайте успокоимся. Я вижу беспокойные лица ещё. Тревожные. Мятежные умы здесь такие. Все бунтарицы в Петербурге. Вот революция. Тут все революционеры собрались. Давайте успокоимся. Мы русские или то ещё. Давайте забудем немножко об этом. Я мужчина, а я же женщина. Стоп, 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 стоп. Давайте успокоимся. Ум, он может быть величайшим другом, если его успокоить. Можно его подобить о поверхности водоёма, озера. Он чувствительный. Знаете, наш ум, наши эмоции, они чувствительны к словам, к событиям. Мы переживаем, то радуемся, то плачем. Мы всегда реагируем очень тонко. Мы люди. И вот, если есть эти лишние желания искусственные, надуманные желания, там, друг, враг, что-то ещё такое, мы думаем об этом мире. Это подобно ветру, который гуляет над поверхностью этого водоёма и рябь создаёт. И мы уже не можем видеть через ум, посредством ума, ясную картину, что он отражал. Он же видит через глаза, слышит через уши. А ведь, говорят, только имеющие уши услышит. А как это? Ум беспокойный не может слышать. Не может понять, что слышит. А если даже понял, применить не может. То есть есть разные состояния. Пять состояний ума, по Танжали, говорит, есть. И если только он средоточен полностью на объекте, он сможет понять суть. А для этого нужно успокоиться, чтобы ничего не отвлекало. На чём же нужно средоточный ум? На абсолютной истине. Это его природа. Там он успокоится. На других объектах Чанчала побудет, спрыгнет, побудет, спрыгнет, побудет, спрыгнет. Влюбился, разлюбил, разлюбил, снова влюбился, влюбился, разлюбил, разлюбил. Так он живёт всю жизнь. Свою личную жизнь устраивает всю жизнь. И забывает о главном. И если сильное желание, то поднимается такая рябь, что мы уже и солнце не можем видеть. Видеть как дроблённые частички, там и луну тоже что-то там. Какие-то детали только можем видеть. Ну а если там штормит, практически мы не можем иметь никакого представления об объектах, которые там отражаются. Они отражаются, но извращённо и искажённо. Если мы имеем взгляд страха на эту жизнь или негативные мысли об этом мире, это извращённое сознание. Мир неплох и нехорош. Формула проста. Что посидеть, что пожнёшь. Мир – это закон, который нужно просто знать. Как мы знаем правила дорожного движения. Они неплохи и нехороши. Если вы нарушаете законы движения, попадаете в аварию, то это неплохо, нехорошо. Это законно. Это правильно. Если мы с вами страдаем и боимся, значит, это...